Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами сделаем три расклада откат соперницы или откат сопернику, если это видео будут смотреть мужчины. Но так как подписчиц у меня гораздо больше, поэтому я буду рассказывать именно для женщин. А мужчины подстраивайте свою ситуацию под себя. Итак, откат моей соперницы. Три варианта ответов. У меня на столе лежат чудесные карты. Оракулы. Первый это оракул дыхания ночи. Второй оракул полной луны. И третий оракул затмения. Вы сейчас посмотрите внимательно на каждый из этих оракулов и загадайте на определенный вариант. Вы можете посмотреть также и все три варианта. Можете загадать на каждую колоду своих соперниц, если они таковые есть, вражены. И будем смотреть, что же будет происходить, какие откаты последуют на ваших соперниц. Итак, мы сейчас убираем две лишние колоды. Затмение уберем. И дыхание темной ночи. Вернее, оракул полной луны убираем. А оставляем дыхание ночи. Итак, посмотрим, что у нас тут. Какие обратки будет получать ваша соперница. Сейчас все посмотрим. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте смотреть и раскатывать. Во-первых, сразу могу сказать, человек это темная лошадка. Как лиса, хитрая, изворотливая тварина. Это однозначно меняет свои лица, как шакал. А очень много знает тайн. Очень много. И знаете, вот как сплитница. Болтает своим языком, где не попадя и что не попадя. Сует свой нос в чужие дела. Все узнает, разведывает. И трепливая, трепливая. Но вы видите, она сейчас находится между молотом и наковальней. Однозначно обратка пойдет, скатится она, во-первых, вниз по лестнице. Это может быть и карьерная лестница пойдет вниз. Может быть, это здоровье пошатнуться вниз пойти. Может быть, вот прямо эта карта говорит, может и свалиться с лестницы. Может что-то себе покалечить. Это такая карта может и так говорить. По этой карте, можно сказать, однозначно откат пойдет на позвоночник. Позвоночник ствол жизни, но вполне вероятно, если она упадет, то может повредить позвоночник. В любом случае, какие-то проблемы со спиной у нее будут. Это такая тяжесть ноша, которую она несет. То есть, тоже ношу, которую она, в общем-то, сама себе взгромоздила на спину и тащит вот этот вот ввоз гадостей, подлостей, которые она делала и творила. Карта рыбы. Боюсь, конечно, страшно предположить, если она беременна, то это может быть падение с лестницы и выкидыш ребенка. Или же потеря какая-то большая, финансовая потеря тоже может быть. Время. Время показывает невластно. Невластно над всем. Она, может быть, и призадумается о своих проделанных ошибках, да поздно уже будет. Ничего она уже не сможет вернуть, ничего она уже не сможет исправить. Это однозначно. Карта магия. Применяла она магию и эта же магия ударит по ней самой. Будет в лоб просто обратно полететь. Вот она молниеносно стрелой попадет ей просто меж глаз однозначно. Карта, знаете, вот опять-таки идет цветы подарок. Это какие-то могут быть подклады, которые она, может быть, или вам делала, или еще кому-то делала, обернуться ей плачевно. Это могут быть и кладбищенские цветы, которые ей вернутся. Может быть, кто-то и в родне у нее что-то может случиться с родственниками. Просто не хочу озвучивать, да, наверняка вы сами понимаете, что может случиться. Но это однозначно, когда человек делает гадость и откат именно такой идет. Порченные дела, они именно так и откликаются. Но хитрая, хитрая, лиса, хитрая. Не скажу, что дура. Вот она очень такая, по жизни, да, я не сказала бы, что она умный человек. Она просто не мудрый человек. Но она в чем-то очень хитрая и умна. Вот в пакостях, как сделать, как обустроить, вот знаете, хитростью своей. Пойдет обратно, осознает она уже поздно. Но не сможет она уже ничего сделать. Не будет она просить у вас прощения, ни у кого не будет просить прощения. Обратка пойдет, она уже не сможет ничего делать. Магия против нее же обернется. А вот такой вот был первый расклад. Давайте мы сейчас убираем эти карты. И посмотрим вторую колоду. Кто загадал на вторую колоду? Это оракул полной луны. Посмотрим, что у нас здесь. Какая обратка будет вашей сопернице? За все ее деяния, за все гадости, которые она делала вам и другим людям. Тоже лестнице. Чистится она? Знает и гадости делает, и чистится. Наказание неизбежно. Значит, смотрите. Долгое время этот человек, ваш соперник или соперница, не будет нести никакое наказание. Вы в этом будете удивляться. Почему же так? Или там, допустим, вы смотрите, что действительно должна пойти обратка. А обратка все не идет. Идет действительно, она какое-то время будет очень счастлива в любви. И ее будут любить, она будет любима. Нехороший человек, действительно, связанный с темными силами, меняет свои лица. По карте маска меняет постоянно то одна, то другая, то одна, то другая. Постоянно проводит чистки, постоянно заметает за собой следы. Глаз у нее очень дурной. Возможно, даже и она мужчину водит или увела у вас, кого-то увела. Мужчина привязан к ней, однозначно любит ее, страстно желает. Какое-то время безнаказанно она будет ходить, это точно. Мужчина вот в подчинение, она его вогнала, подчинила, повлияла на его жизнь, на судьбу привязкой. Я привязала к себе очень дурную глаз у этой женщины. Но расплата она все равно придет. Вы видите карта наказания, постигнет ее однозначное наказание. Карта женщины. Здесь выпадает всегда, когда проблемы с гинекологией какие-то у женщины. А однозначно это рикошетом не долбанет по ее женскому здоровью. Это может быть и фибромиомы, миомы. Это может быть неспособность рождать и воспроизводить людей, детишек может быть не иметь. Тяжелая ноша, тяжелая ноша, бремя. Обратка будет не так быстро, как вы хотите, не так быстро, как вы думаете. Это может быть не сейчас это будет, но обратка очень-очень четко придет и вернется обратно. Тяжелая ноша, опять-таки спина. Здесь показывают спину. Надрыв. Надрыв и гинекология. Вот гинекология и надрыв. Еще могу вам сказать, что вот эта вот карта не очень хорошая, коса карта смерти. Она вступила, знаете, в сговор с темными силами. И как правило, даже вот здесь жук скоробейта счастья, такая счастливая карта. Она носит амулеты, постоянно чистится, постоянно как-то оберегает себя. Но это ее не спасет. Придет час расклады, где-то будет надрыв, где-то разорвется, где-то надорвется. Вот видите вот эту карту, да? Но здесь больше я, наверное, не буду говорить. Наверняка многие догадаются, что это такое. Это может случиться как с ней, так и с этим мужчиной, которого она себе подчинила. Потому что когда мужчину подчиняют, он уже становится слабый. Подвержен всем негативным явлениям в жизни. Однозначно. Ну вот спина гинекология и вот эта карта смерти однозначно что-то постигнет. Очень-очень целенаправленно и четко. Но не так быстро, как, возможно, вам бы хотелось. Но это придет и будет. Давайте сейчас посмотрим еще одно гадание. Это оракул затмения. Сейчас мы посмотрим на него. Что у нас здесь? О, что у нас здесь? Ух ты ж. Ну тут, я хочу сказать, профессионально занимается человек. Тут и куклы воду. Здесь и проклятие может сыпать, и причем не боится. Отсчитывается, постоянно чистится, молится. Заговоры какие-то, говорит, тут и соль идет. Знаете, я могу вам сказать, что вот в этой жизни навряд ли и откат-то ей будет. Не будет ей никакого отката в этой жизни. Непреодолимо, конечно же, откаты, они кармические. Возвращаются в следующей жизни, когда человек сюда приходит, чтобы отработать какие-то свои кармические задачи, установки свои. Она постоянно перекид на кого-то делает. Постоянно тут мужчины, знаете, как горят мужчины, сгорают. Может быть, она вдова. Может быть, как перекид, тут рядом с ней мужчины гибнут, чахнут. Она их изматывает, высасывает и бросает. Высасывает и бросает. Постоянно читает отчитки. Постоянно у нее идут проклятия в сторону кого-то. Она, знаете, сброс делает с себя. Постоянный сброс. Но у нее сила большая. Видно, ни одна она занимается. Может быть, за ее спиной стоят какие-то силы ее родственников. Это точно. Много цветов и верности. Кто-то ей помогает, знаете, помощь. Но здесь однозначно помощь не живых людей, это точно. Силы. Силы рода. Откуда-то черпает силы знаний. У нее очень много знаний. Она знает, что делает. В этой жизни не вижу у нее каких-то отработок. Вижу только вот эта вот гора. Она, знаете, как в сговор с дьяволом или в сговор с кем-то вступила. От чего-то она отказалась. Она, может быть, какие-то диеты придерживается. Может, постоянные посты. Может, еще что-то. Ну, вот какое-то такое постоянное ограничение себя в чем-то. Может, эта женщина не замужняя, никогда не будет замужем. Или там, допустим, детей не рожает и рожать не будет. Но что-то у нее чего-то не хватает того, что нужно для полноценной счастливой жизни. Причем она от этого отказалась добровольно. Знаете, как пожертвование за свои какие-то работы, свои наговоры, переговоры. Но здесь жесть. Конечно, она четко ограждена, защищена. Она делает гадости. В данной жизни, сейчас я не вижу, чтобы у нее пришло наказание. Давайте еще дополнительно все-таки по этому раскладу мы посмотрим. Просто от этого человека надо подальше держаться и все. О, черная вдова. Я же сказала, она жрет своих мужчин. Жрет. Мужчины здесь горят. Она сжирает их, как паук. Вот и карта семьи Аисты. Вот от чего ей пришлось отказаться. Она сжирает мужиков. Мужчины все будут умирать у нее раньше положенного срока. Как таковой семьи полноценной, навряд ли у нее будет. И причем добровольно она этим занимается. Она знает, что она сжирает мужиков. Но за счет них, за счет этой энергии она живет. Чистится постоянно. Чистится постоянно и знает, что делает. Вот такой вот был третий расклад. Я надеюсь, дорогие мои друзья, вам понравилось сегодняшнее гадание и было в чем-то подсказкой. Пишите в комментариях, какие бы темы для раскладов вы хотели видеть у меня на канале. Я с удовольствием для вас их сделаю. Ну а кто хочет обратиться ко мне на личный прием или же приобрести амулеты от сглаза, от порчи и другие разновидности. А также может быть заказать ведьмины бутыли. Вы можете обратиться ко мне, написав по вайберу, ватсапу и телеграм в описании к этому видео. Звонить не нужно. Пишите смс. Я вас всех очень сильно люблю и желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока.